Здравствуйте, в эфире программа «Диалог». Уже несколько лет в Казахстане проводится внешняя оценка учебных достижений, ВООД, один из видов независимого от организации образования мониторинга за качеством обучения. Это своего рода рубежный контроль, который показывает уровень знаний учащихся и качество преподавания педагогов. Есть ли изменения в процедуре проведения ВООД в этом году и по каким предметам будет проводиться оценка? На эти и другие вопросы ответит руководитель отдела внешней оценки качества образования Департамента по контролю в сфере образования Татьяна Анатольевна Габчич. Здравствуйте, Татьяна Анатольевна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое внешняя оценка учебных достижений? Согласно закону Республики Казахстан об образовании, внешняя оценка учебных достижений — это один из видов образовательного мониторинга, независимого от организации образования за качеством обучения учащихся. Цель внешней оценки учебных достижений — это определить уровень качества образовательных услуг, а также уровень освоения обучающимися учебного материала, программ начального, основного, среднего, среднего, общего и высшего образования, которые соответствуют государственным общееобязательным стандартам образования. А как давно проводится эта оценка в школах Казахстана? Внешняя оценка учебных достижений проводится в школах Республики Казахстан с 2012 года. Ежегодно в апреле месяце на уровне основного среднего образования, то есть в девятых классах в форме комплексного тестирования по четырем предметам. При проведении ВОУД постепенно внедряются современные информационные технологии. Вот уже в течение трех лет подряд наравне с бумажным форматом тестирования проводится компьютерное тестирование. В прошлом году таким формам тестирования было охвачено восемь школ области — семь школ города Петропавловска и одна школа города Булаева. Интересно, а какие же результаты у школьников? Ну, средний балл по области в разные годы был различен. Ну, если, например, в 2013 году он составил 32 балла, в 2014 — 35 баллов, а в прошлом году — 33,5 из 80 возможных. Как показывает практика, наиболее успешно ребята справляются с тестовыми заданиями по всемирной истории, истории Казахстана. А вот такие предметы, как математика, физика, химия, наиболее сложны для наших североказахстанских школьников и результаты у них ниже. Впрочем, эти результаты подтверждают результаты тестирования, которые проводятся в рамках государственных аттестаций школ. Скажите, пожалуйста, а во всех ли школах проводится процедура ВОУД? Нет, не во всех. Школы для проведения внешней оценки учебных достижений ежегодно определяются путем компьютерного, свободного, случайного выбора, и перечень этих школ утверждается уполномоченным органом в сфере образования, то есть приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан. В различные годы количество школ, которые были задействованы в этой процедуре, было различным. Но если в 2012 году, когда ВОУД только начинался, в нашей области эту процедуру проходило 49 школ, то в прошлом году, в 2015, ей были охвачены 78 школ. Всего за период проведения ВОУД в области эту процедуру прошли 202 школы, и охвачено было 4808 учащихся. А сколько школ в этом году будут проходить внешнюю оценку учебных достижений, и какие вы сроки? В текущем учебном году ВОУДом будет охвачено 20% всех школ Республики Казахстан. В это количество вошло и 22 школы Североказахстанской области. Причем в 4 сельских школах и в 4 школах города Петропавловска эта процедура будет проводиться в форме компьютерного тестирования. ВОУД будет проводиться с 5 по 15 апреля в три потока. Первый поток 5 апреля, второй поток 8 апреля. В этих потоках будет задействовано только бумажный формат тестирования. А вот третий поток, начиная с 12 числа, 12 апреля, 13, 14, 15, там будут школы и в бумажном варианте тестироваться, и в компьютерном варианте. А есть ли какие-то изменения в процедуре ВОУД в этом году? Да, есть. В соответствии с изменениями в закон Республики Казахстана в образовании, которые были внесены в прошлое, в 2015 году, в этом году внешняя оценка учебных достижений будет проводиться не только на базе основного среднего образования, то есть в 9 классах, она будет проводиться еще и в 4 классах, то есть по программам начального обучения. Кроме того, впервые в тесты 9 класса будут включены задания, которые имеют не только один правильный ответ, но и несколько правильных ответов. Такой подбор заданий у нас впервые на ВОУДе и школах. По каким предметам будут проводиться тестирования в этом году? В этом году в 4 классах дети будут тестироваться по двум предметам – математика и литературное чтение. Всего четвероклассникам будут предложено 30 заданий, по 15 вопросов по каждому предмету. В 4 классе все вопросы предполагают наличие одного правильного ответа. Время тестирования четвероклассников – 1 час 10 минут. По литературному чтению в тестовые задания включены два текста, прочитав которые, ребенок должен будет ответить на вопросы, связанные с содержанием этого текста. Но тоже повторяю, что предполагается выбор только одного правильного ответа, касающегося содержания данного текста. Что касается 9 классов, в 9 классе каждый ученик будет тестироваться по двум предметам – казахскому языку и еще одному предмету – обязательному предмету учебного плана. Общее количество заданий по этим двум предметам – 60. Время тестирования – 2 часа 10 минут. По казахскому языку детям будет предложено 20 вопросов. Все эти 20 вопросов предполагают наличие только одного правильного ответа. Среди вопросов будет 5 вопросов, касающихся содержания предложенного текста на казахском языке. Дети должны выбрать правильный ответ. В качестве второго предмета тестируются всемирные истории, истории Казахстана, алгебра, физика, химия, биология, география и английский язык. Это предмет будет по выбору? Нет, дети, к сожалению, не могут выбрать себе предмет. Он будет предопределен тем выбором, который окажется в книжке-вопроснике. То есть у вас может получиться алгебра, у меня может оказаться вторым предметом – химия. Дети отвечают на 40 заданий, 40 вопросов, 25 из которых предполагает наличие одного правильного ответа, а 15 вопросов может содержать один правильный ответ, два или несколько. То есть ребенку нужно быть подготовленным по всем предметам? Да. Это даст возможность охватить оценкой, мониторингом уровень преподавания всех предметов учебного плана. А как же будут оцениваться результаты тестирования? Я хочу повторить, что ВОУД – это все-таки одна из форм мониторинга. Поэтому оценивание детей недопустимо. Детям не ставятся оценки. И никаких правовых последствий по результатам ВОУД для учеников не должно быть. Но чтобы оценить уровень усвоения программного материала, за каждый правильный ответ каждому ребенку будет начисляться один балл. То есть чем больше правильных ответов, тем больше баллов ребенок наберет. Максимальное количество баллов, которые может набрать четвероклассник – 30. А вот максимальное количество баллов, которые может набрать девятиклассник – 75. Но здесь есть свой нюанс. Те вопросы, которые предполагают наличие одного правильного ответа, оцениваются при правильном ответе в один балл. А вот те вопросы, которые предполагают наличие одного или нескольких правильных ответов, оцениваются при правильном ответе в два балла. Если ребенок допустил одну ошибку, то есть указал из трех правильных ответов, допустим, два или один, ему ставится один балл. Но если он допустил две ошибки, вопрос оценивается в ноль баллов. Вот отсюда складывается сумма баллов 75. Татьяна Анатольевна, хотелось бы попутно еще задать вопрос. Здесь тестируются школьники, это понятно, а учителя тем самым каким-то образом тоже же тестируются? Чем выше балл у школьника, тем выше балл у учителя? Чем больше правильных ответов дают дети, значит, они тем больше, лучше усвоили программный материал этого предмета. И выводя средние баллы каждого ребенка и по каждому предмету, вот мониторинг и дает возможность сравнить, кто как учит детей, кто как работает, и как ребята усваивают программу. И принять какие-то меры, превентивные, может быть, уже непосредственно к педагогам. Хотелось бы еще узнать, на что должны обратить внимание педагоги для того, чтобы правильно провести ВОУД? Для подготовки ВОУД учащихся национальным центром тестирования выпущены книжки-вопросники и методические рекомендации для учителей при подготовке детей к ВОУД. Этими материалами педагоги наши уже пользуются. Кроме того, через пункты ЕНТ во все школы были в марте месяце направлены пробные варианты тестовых вопросов. В марте месяце все школы имели возможность поучаствовать в пробном тестировании именно по тем тестовым вопросам, часть из которых будет предложена им на ВОУД. На что хотелось бы обратить еще внимание. Директорам школ и учителям необходимо провести разъяснительную работу среди учащихся и их родителей об особенности проведения ВОУД в этом году. Нужно создать необходимо комфортные, максимально комфортные условия для детей, чтобы ребята работали спокойно, уверенно, ничто им не мешало. Хочется обратить внимание на соблюдение правил проведения ВОУД, напомнить ребятам еще раз о том, что во время проведения ВОУД не разрешается разговаривать, пересаживаться с места на место, выходить из аудитории без разрешения представителя МОН, то есть Министерства образования, которые будут в каждой аудитории, не вскрывать экзаменационные материалы без представителя МОН, обмениваться книжками-вопросниками и пользоваться запрещенными предметами. К запрещенным предметам относятся калькуляторы, справочники, различные информационные материалы, а также все средства к сотовой связи. Разрешаются пользоваться только таблицами Менделеева и таблицей растворимости солей. Татьяна Анатольевна, что бы Вы хотели пожелать всем учащимся, которые будут принимать участие в ВОУД? Мне бы хотелось пожелать, во-первых, спокойствия, спокойной, уверенной работы в соответствии с правилами проведения ЕНТЭ и выразить уверенность в том, что при хорошей подготовке, хорошей организации, в хороших условиях наши школьники Североказахстанской области покажут все свои знания и умения, которые они получили за годы учебы в школе. Спасибо Вам, Татьяна Анатольевна, что Вы сегодня пришли к нам в гости, ответили на все наши вопросы. Всего Вам доброго и до свидания. До свидания. А я напоминаю, что сегодня в студии была руководитель отдела внешней оценки качества образования Департамента по контролю в сфере образования Татьяна Анатольевна Габчич. Это была программа «Диалог. Актуальные темы. Интересные собеседники». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин